Услышать чистую и правильную английскую речь относителя языка смогли студенты и преподаватели Дальневосточного Федерального Университета. Здесь впервые прошел Всероссийский диктант, на котором более тысячи желающих имели возможность проверить свой уровень владения языком международного общения. ДВФУ принял участие в акции по приглашению Казанского Федерального Университета. Данная акция проводится с целью повышения мотивации студентов к изучению английского языка, к повышению уровня владения нормами английского языка, а также для создания англоязычной среды в ДВФУ. Для проведения диктанта было выделено несколько аудиторий и приглашены 6 специалистов, для которых английский язык является родным или вторым основным. Участникам диктанта предложили прослушать, а затем написать под диктовку преподавателя-носителя языка специальный текст, подготовленный организаторами акции из Казани, чтобы проверить знания грамматики, навыки письма и аудирования. До начала диктанта тему текста никто не знал. Уровень сложности тоже. Текст был доступен только лекторам. Кстати, в нем шла речь о русском математике Николае Лобачевском. Да, да, я посмотрел, я прочитал, и я думаю, это будет хорошая практика для студентов. Это достаточно сложно, на самом деле, на английском языке, и надо очень аккуратно слышать, а потом еще очень трудно писать, но посмотрим, как получится. Всероссийская акция направлена на развитие культуры грамотного письма, повышение уровня владения языком и призвана привлечь внимание к изучению английского как языка международного общения. Диктант прошел в 29 вузах страны. Всего по России в акции приняли участие более 12 тысяч человек. В одном только ДВФУ было подано 1255 заявок. Мы надеемся, что в следующем году мы будем принимать участие в этой акции, потому что интерес к ней огромный. Результаты диктанта будут размещены на сайте ДВФУ и Казанского федерального университета 6 декабря. Все участники диктанта получат сертификаты, а победители и призеры – специальные дипломы. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.